Добрый день, Техцентр ОМЗАП, филиал Волгопрудный. Традиционно сегодня расскажем, чем мы занимаемся, что ремонтируем. Поехали. Kia Sportage 2 литра дизель, D4HA, обрыв цепей ГРМ. Причина, почему все это произошло, запчасти, контрафакт, видимо, поставил. Потому что не так давно была эта замена. Проехал там порядка 8 тысяч, если память не изменяет, и произошел обрыв цепей. Как следствие, имеем сломанное ракера, согнуло клапана. Сама головка, в принципе, осталась целая. Сняли головку, заменим клапана и установим уже оригинальные цепи, чтобы такого не повторялось. ГБЦ снимаем со съемок двигателя. Да, да. Потому что нам это удобно. Да, это гораздо быстрее все это получается, чем на месте мучиться куда-то добраться. В общем, так лучше, поверьте. Kia Bonga стоит уже не первую неделю. В прошлом программе, да? Да, да даже позапрошлой, по-моему, не спешат ее забрать, почему-то, не знаю. Хотя автомобиль готов заменить шины и погнал, как говорится. Вот, 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 Kia Sorento, да. Здесь давление масла очень низкое. Вскрыли поддон, обнаружили стружку. Рекомендация капремонт. Клиент решил пойти по наиболее, более дешевому, но более рискованному пути. То есть установить контрактный двигатель, а там как повезет в эксплуатации. Ждем от него двигатель. Д4 ЦБ, 2,5 литра, пробег, сейчас посмотрим по документам, Евро-3, по пробегу, если не ошибаюсь, на порядка 200 тысяч. Ну, за 200 и 100 процентов. Да. Раньше, вот такие автомобили в автосервис не приезжают. Да. Акцент. Будем менять радиатор охлаждения, ждет свободного местечка. Кушка. Kia Sorento Prime. Производили здесь плановое техническое обслуживание в виде замены масел фильтров. Далее, по результатам диагностики, выявили забитые радиаторы. Пробег здесь 117 тысяч, радиаторы ни разу не мылись. Мотор D4HB, 2,2. Сняли радиаторы для мойки и увидели уже, что нижняя часть радиатора вздулась и вот-вот бы уже лопнуло. Об этом мы, кстати, неоднократно говорили, что есть такая болезнь на них, именно вот на Sorento, как Prime, так и предыдущего поколения. Порядка 100 тысяч, и нижняя часть радиатора вздувается. Следите за этим. Так, это Sorento, бензин, 3,3. Смотри, друг за другом стоят, два друга. Да, два друга. Да, да, да. Но зеленый так же пока ожидает. Сейчас мы уперлись в топливную станцию. Там срок поставки порядка 40 дней, ожидаем. Ну, дальше, я уже думаю, финал очень близок, да. Еще год. Да. По этой Sorento бензиновой здесь была потеря мощности. Уже вопрос решили, готово. Ждем, когда ее заберут. Так, там, значит, H1, 2,4 бензин. Кап ремонт производим. На сборке двигатель. Следующий портер готов. Ай-40, также ожидаем ТНВД от владельца автомобиля. Да, 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 здесь я уже рассказывал. Да, происходит потеря мощности при резком ускорении. Не потеря мощности, а в аварию сваливается. Уже все, что можно, проверили, сделали. Осталось вопрос решить с ТНВД. Много стружки в нем, да. Так, Grand Star X ожидает диагностики. Здесь проблемы с системой охлаждения. Сегодня будем загонять ближе к вечеру. Да, это так, на всякий случай. Опознавательные знаки. Палисад. Опять же, пробег. Не помню пробег. Сейчас посмотрим в документах пробег, какой на нем. А причина уже не так уж и редко это бывает. Кап ремонт двигателя. Да, D4, HB, мотор заклинил. Разбираем. Все как всегда. Что потратите на большой скорости. Зеркала увидел. Густой, сизый дым. Да. Что послужило, что послужило сигналом вызвать эвакуатор. Да. Бонго. Также автомобиль готов. Ждем, когда его заберут. АХ-35 приехали по рекомендациям. Ранее выполняли ТО. Выполнили диагностику ходовую. Ряд замечаний есть. Оставили, чтобы все это устранить. А это чего? А это дикая кошечка, которая нет-нет, да посещает нас. С ретро-дизайном, да? Да. Так, ну что, далее в цех. Вот мойку ставим, смотрите. Устанавливаем мойку, для того, чтобы детали отмывались более быстро. Тем самым... Да. Да, да. И сам процесс ремонта будет, соответственно, быстрее происходить. Hyundai Sonata. Здесь у нас плановое техническое обслуживание. Меняем масло фильтра. И также обслуживаем тормозные механизмы, чтобы ничего не клинило и работало в штатном режиме. Kia Sorento BL. Здесь производили замену гидрокомпенсаторов. Рокера также заменили. И немножко подремонтировали подвеску. Уже заканчиваем. Анатолий, привет. Так. И снова Sorento. Тем, а сделаешь чуть-чуть? Твоя играет? Нет. Чего, без витамин? Да. Так, что у нас здесь? Берчатки на протезе. Д4-HB. Меняем комплект ГРМ. И плановое ТО. Масло фильтра. Где заказ-наряд? А пробег здесь у нас пробег-пробег. А пробег у нас здесь 212 тысяч. Страна, да? Нет, это было раньше. Маленький пробег. А-а-а, ну, может, и такое. А скажи, пожалуйста, на палисад какой пробег, не помнишь? Это вот двигатель с палисадом и достали. А-а-а, на кромке. Маши плату с водой, а-а-а, что-то поеду уже. А вот и пробег на палисаде. 48 тысяч, 62 километра. А, уже ремонтировался? А, он и проблем была, у ГБТ-менял. А-а-а, ну, да, это говорит о качестве сборки, да? Ну да, и много слишком. Даже так, ребята, не делают. Такой герметик мы и не используем никогда. Всегда черный. А-а-а, программ начинал ее. А вот. Удалил я вам все остальное, потому что уровень у меня вырос. Да, вроде все и неплохо, но есть одно «но». Да, Kia Mojave. Выполняем чистку коллекторов впускного. Да, меняем две форсунки. Вот так вот выглядит у нас коллектор. А, дай заказ на ряд, пожалуйста. Пробег какой там? А владелец не говорил, до этого он здесь впускали, не мыл. Ну, не знаю. Пробег 122 тысячи километров. Если этому можно верить, да, пробег, когда... Слушай, ну, не так уж темно, да? Достаточно маленький. Почему-то только очень сыро там. Ну, потому что вот можно... Потому что мы и будем две форсунки еще менять, кстати. А, лива, да? Да. Где у ЛИТС, да? Нет-нет, он где-то производил диагностики, не мы-то диагностировали, он уже приехал с готовым решением выполнить такие-то работы. Ну, а мы, соответственно, не можем и отказать, помочь ему в этом, да. Плюс, плюс, мы здесь уже отремонтировали АКПП. А, это Андрюха менял вчера коробку. Да-да-да-да, то есть, корпус здесь остался старый, а все остальное новое. Киа-Карнивал, здесь в этот раз ничего ужасного. Плановое ТО, меняем масло, фильтра, обслуживаем тормозные механизмы. H1, также плановое техническое обслуживание, масло, фильтра, плюс, будем смотреть ходовую, да, где-то он поймал яму, хочет убедиться, что все осталось в порядке. Здравствуйте. Что-что, работают люди. В Санта-Фе моем радиаторы, чистим коллектор впускной, соответственно, перезаправляем кондиционер, заменим масло и фильтра. Одна из самых популярных процедур на дизельном виде. Да, тем более в летний сезон, да. А есть какие-то симптомы, которые могут намекнуть, нескромно, что пора ехать мыть? Коллектор? Ну, как правило, первое, что возникает на автомобилях, это периодически загорается ошибка и происходит потеря мощности. Ошибки, как правило, связаны с давлением в коллекторе. То есть датчик тоже самое забивается сажей и дает неправильное показание, в связи с чем сбрасывает двигатель в аварийный режим. Это самые первые симптомы. А так это можно контролировать на каждом ТО, это сделать несложно. То есть там открутить буквально два болтика. Два болтика достать. Олег, минутку! Достать два болтика и просто взглянуть на него, и все, ничего сложного. Датчик надува. Датчик надува, да, который в впускном коллекторе находится. Олег, у вас в чем болит? Олег, тем же, чем и в прошлый раз. Хендай таракан. Наш гость заполз к нам вот этот зверек под названием таракан. И вот мы его чиним уже вторую неделю. Но проблема не в руках, проблема в запчастях. Я говорил, что болт мы ждали, и такое все, болт уже вытащили. Вроде как запчасти все мы уже и собрали, осталось добить его. Надеюсь, сегодня-завтра мы все победим. Так, ну, в принципе, в принципе, все. Все, до новых встреч. Влад, приходи еще. Будем рады показать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok